всем здарова с вами max power я только что пришел с комиссионного магазина полный рюкзак добра а никому не нужно это то что могу выкинуть быть но она конечно попал хорошие руки и будет восстановлена надеюсь что ж вот так вот я затарилась с таким рюкзаком летом езжу на велики зимой приходится так таскать еще посмотрим что же я набрал на 500 рублей внимание 500 кажется много на самом деле даже на металл это будет дороже если создавать и так сейчас о каких запихал вы посмотрите шоу там продается это комиссионный магазин цифровик у нас нижнегамске вообще вот такие вот видюшки по 50 рублей продаются вроде как не рабочие они там отвал практически у всех но тем не менее радиатор вентилятор уже есть конденсаторы шинки и мосфеты запчасти запчасти дорогие мои все это тут есть дальше еще одна видюшка вот такая классика сейчас посмотрим все я вам расскажу подробно про каждую это все осталось джи форс и вот м дышки такие вот крутые есть проводов набрал куча вот это вот это вот безобразие и что там еще есть кухот я не знаю что это взял просто валялась не видали микрофон микрофончик потом все тут уже все взял стран а вот видите там счет веб-камера вода вот камера и самое главное самый так сказать у нас гвоздь программы слушая давно хотел то с чем связано у меня детство сейчас покажу что это так что же дед мороз нам принес видюха гейнвард гейнвард это кстати это кстати полит когда-то было такое город еще и у полит и дочерняя компания по моему вот она как раз выпускала гейнвард и модель 9800 gt да 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 geforce на ddr3 512 мегабайт памяти с виду вроде как целая повреждений практически нету не исключением царапин не был немного выгнут текстолит но система холожения тут мое почтение у первых стоят радиаторы на мосферах есть внешнее питание кулера обычный кстати ну скорее всего с регулятором тут есть какие-то вот дросселя конденсаторы скорее и вот эта штука наверное управляет должна работать должна попробуем потестировать ее сегодня так потом это видюшка была у нас это n88 600 gt 26 мегабайт то есть та же самая geforce баянистая народная карточка от asus кстати сделано попроще никаких радиаторов нету некоторые фазы питания не распаяны asus сэкономила да за 50 рублей отдали может рабочие даже быть вполне бывает что косяки не были именно в компьютере где она стояла его разбирают даже не смотрят так что она и проверить сначала и может даже чип не отвалился еще с виду текстолит не погнутый здесь вот такие у меня были все две штуки сколько было все запустил она до сих пор лежит в дачном пока для дачного пока это у нас палит пули и который ваш дом испарит здесь gt 430 gt 430 на 1 гигабайт памяти нет ни много ни мало между прочим неплохая карточка тянем каташку пятую есть выход hdmi есть выход в тиву нового ка стандартный и даже можно через специальный дисплей этот самый девай порт делать крюво их карточка между прочим неплохая только греется зараза как не знаю что вот этот радиатор почти справляется надо всегда менять термопасту и вентилятор тут очень не крутится почти возможно из-за этого случился отвал так вот это вот добро v50 это штука что это такое сид не понимают китайцы что-то опять придумали наверное чтобы справлять свой пластик ненужные моторчики похоже на какой-то вибро станок или штучка для похудания вот говорят там приделывается вот этими поясами к не знаю к пузу и она уменьшается макс куеть стал нет я еще не задумывался даже такой херни просто интересно чушь там внутри не сделали вообще как это работает если ее почему я не буду и детка использовать его использовать для например разбавлять бензин ставить сверху он будет выбирать и ну как типа вибро ванночки что такое так у меня вот есть бук питания на 5 вольт сейчас подключил стояли тут полтора вольтовые батарейки скорее всего минус один плюс другом месте так не включается еще бук питания даже 3 вольта джек интересно как она вообще работает так не работает превышение понижение напряжения не дает ничего сейчас попробуем починить а потом вот это у нас вай фай карточка это подключается в пасай сот и выносная внешняя антенна идет 100 мегабит 108 даже заявлено 108 mbps пасай адаптер зачем эта штука нужно нужно у меня будет лабораторный пк объем хороший вай фай должен быть он должен намертво вгрызаться вай фай который выдает роутер а именно платы которые внешне у них свой процессор у них там все работает отлично не загружает основной проц ну то есть обычная грицкий вай фай вский они как бы половину через процессор идет а тут должна быть своя система в длинке в этом в смысле как аудиокарта аудиокарта если вы ставите дискретно она не нагружает основной процессор она сама обрабатывает в основные звуки уже выдает готовый результат так что это еще один плюс если хотите разгонять свой компьютер все встроено убираете ставьте полностью готовые модули готовые решения это разгрузит под далее вот такую свинку взял я попробуем никогда у меня свин веб-камер не было все спросите сколько стоит 50 рублей каждая штука чтобы показывал стоит 50 рублей поисплат вот это все бесплатно не дают как постоянному клиенту это я для чипа взял провода классические и дешки не совсем классические это даже усиленные которые тут по моему 80 80 контактов что ли идет или 40 тут фиг сочетаешь да это 80 пиновые короче которые тренированы они хорош хорошие для старых пока ну и можно распадать на проваля вот и еще микрофончик микрофончик о клик фирма так себя зато есть шнур и зато есть корпус можно засунуть нормально сюда какой-нибудь капсюль и даже усилок засунуть мест вполне хватит несколько транзисторов и питания пустить через этот провод будет отличный микрофон если постараться сделать что уж давайте потестируем начнем вот с этого цветы с рынке определилась не ночью согласитесь неплохо за 50 рублей после чего не даже микрофон есть вон он снизу не страшно представить как он записывает раз два три как слышно раз два три как слышно за имел себе неплохую улыбку куда-нибудь тогда хоть куда подойдет до обесценились конечно улыбки их просто выкидывают зачем чем она плоха изображение кэш так себе но корпус звук все есть вполне себе заменяет какую-нибудь вебку для простого компа подключить не понимаю че их выкидывает так насчет микрофона тут делать нечего там даже через щель видно что там стоит капсюль честно разберем вот так устроим микрофон капец какое сложное устройство обалдеть такое даже подключать не буду потому что мы как-то тестировали помните его видео про микрофона когда один капсул через такой длиннющий провод с толку даже кармировки то здесь нету без пантовой такой кармировка это ужасный звук ужасный так что здесь единственный вариант надевать схему на двух транзисторах питание пускают пускать через вот этот кабель прям с компьютера будет подаваться и он уже будет усиливаться тут и помехи гораздо меньше станут можно использовать как петличку где-нибудь работает он куда он денется только все равно капсюль надо будет подбирать лучше поставить и телефонов гарнитур sony alexon будет хорошо звучать я уж проверял да какие думал вот это вибро вот этот мотор смотрите какие-то конденсаторы поставили вот так он а ну вот я же подключал сюда чего не дергался то так еще раз вот эти верхние контакты где один написано туда на подключать их минус плюс через диод пустили видите первого есть как хорошо мощность понижает через диод первая вторая скорость лишь горюшую работает только смазать надо ну неплохо так дергается нормально так ну схема предельно сложно сушки туда же обалдеть они даже сделали не через диод а через резистор бедный резистор он уже поплавился от мощности кто же так понижает мощность ужас хорошая схема всегда ставится шин досиды си уменьшения или типа того на крайнем случае транзисторную схему управления можно было бы сделать но никак не через резистор уменьшать мощность даже я в своих колхозных поделках такими и промышляю это просто вы нагреваете воздух то есть батарейка одна будет работать только на то чтобы нагревать этот резистор абсолютно бессмысленный расход энергии вот эти штуки это типа тех которые подают магазине на диване что же местный плюс это чуть необычный корпус и вот этот мотор мне нравится не знаю зачем но куда-нибудь применить можно будет мне кажется для схемка вообще жизнь электронное управление может еще калорий посчитает нормально это помощнее даже sony ски джойстиков таким мотором ну тут и вольт и конечно ему 9 с подаю ну-ка максималка да какие там 9 это 3 вольта всего лишь 3 вольта но много ампер где-то 2 наверное 3 ампера 10 ватт на мотор почти нормально так пробивает можно кота чесать сушить и так это чесалка вот точно так часто какие испробуем но прикольно она теперь сама ездит вот же двигатель универсальный двигатель по любой поверхности тот самый который мечтаю создать безнаргационный да даже может перевозить грузы весело и сюда и сюда и сюда ночью нормально те нравится код ну по крайней меру не убегает значит ему нравится да тащится токсикоман я ж говорю хозяйство ничего зря не пропадет среди вообще как словит это вибро для кота короче вибромассажер а так и сразу то не понял туда на чистоту найти как раз это можно сделать с помощью тихо с помощью универсального бп под поменьше вот побольше все понеслась душа врать короче прикольная вещица да хоть какая-то польза от магазинов на диване бывает продают цену они ломят бешено кто покупает там вообще я никому не советую брить эта херня стоит копейки так а как подключить спросите вы если у вас вот так так же лежит и батарейки жалко покупать кстати батарейки по-любому быстро изнахрачиваются вообще любой блок питания берите вот это от сотового какого-то 5 вольт 800 миллиампер а у вас не знаю можно вообще любая вас на может usb даже можно подключить будет работать правда компьютер я бы не стал усугать помех тут конечно дними немерено будет вроде кондера поставили значит защита небольшая есть просто может спарить чего угодно так что лучше в какой-нибудь дешманский бп поставьте уж что с ароматорной воды или даже любой аккумулятор засуньте чем понимаете кто совсем не разбирается в технике чуваки все просто плюс минус и везде эти плюсы минус чем больше тем лучше для мотора кроме кроме совсем критических чтобы он не сгорел этот мотор такие вот я видел они работают на 9 вольт вполне себе тут стоит 3 вольта так что до пяти вам вполне мне кажется выдержит двойную нагрузку что они греться начинают вот так вот ставим вот все работает можно готов приглашать вторая первая скорость этой разницы никакой нет можно было два диода поставить тогда бы уменьшался режим конкретно тут чуть-чуть слабее становится на собственно вибростул готовый раньше для этих целей воспользоваться вентилятор кто помнит мы iphone купали бензине то есть вот сюда ставишь что-нибудь ставишь стаканчик со спиртом с бензином и кидаешь детали туда они вот за это вибрации везде промываются хорошо посмотрите видео про iphone восстановил так между прочим он работал мы его потом продали даже прикольно правда ппшка греется красным горит как будто заряжается он ну что ж а теперь приступим к самому важному из-за чего я побежал в комиссионку я туда хожу как на праздник конечно то есть когда что-то интересно приходит а в этот раз пришло вот это такое конечно никто не купит поэтому этот остается мне это же океан 222 радиоприемник советский мой ровесник чуваки ему эти выпускались они с 86 по 89 или 90 год очень много было их советском союзе довольно дорогие модели вот так он красочно выглядит и довольно продвинутый на то время стоил 135 рублей чуваки по моему зарплату было меньше чем эта сумма fm он че уже на fm был я его хотел сегодня переделать скачал даже платы в общем мы сейчас займемся его восстановлением это будет видео на основной канал так что подписан на основной канал там все будет про него конкретно выходы звука в выход наушников заземление антенна внешняя чё за ее fm а потом вот это я не помню чё по моему какая-то автоматическая коррекция apc или что-то такое то нажимаешь звук становится прям четким он прям вгрызался в чистоту как я называю это дело необычно здесь такие вот и 220 вольт него что же давайте подключим 220 вольт если вы не знаете как определить в старых приемниках включайте через мультиметр можно даже не разбирая это делать мне сказали что он рабочий вот и я думаю что вы так есть вот 06 когда сопротивление меньше одного килома значит эта катушка скорее всего это катушка то с арматора первичная так вот 3 контакт у нас тут не задействован это заземление скорее всего да а вот эти два это и есть то что нам нужно да он был без шнура к сожалению без задней крышки попался ну блин дареному коню почти практически дареному в глаза не смотрят за смешную цену там 300 рублей мне обошелся это вообще хлеба берем у меня специальные такие кривые проводочки есть и их отпаивают для ремонта плат всяких просто за временно засуну но чтобы вы поняли смысл как подключать вот сюда один и сюда другой только смотри чтоб не замкнул а то будет фейерверк веселый так все это что за колхоз он кстати работал от 9 вольт тут раз два три шесть батареек каждая по полтора вольта получается 9 вольт у него было нормальное напряжение стандартная еще мог работать он от автомобиля кстати только почему то здесь не вижу выхода на автомобиль а вот 12 вольт написано что-то как-то сюда показываются куда непонятно может туда третий контакт а масса где тогда или сюда прям подрубали интересно девки так вот эти проводки ужасно убираем да их можно было питать чем угодно рискую конечно тут мне предохранитель есть если что выбьет красота ох я расскажу чем почему именно этот приемник засмотрелся детстве у меня был у лавушки и хорошими летними вечерами мы его слушали так катушка подключена первичная 600 дык в сеть включил что-то там пропискивает обманули максимку не работает нифига ну звук какой-то был о до сеть разряд батареи ничего не светится ничего не работает при такой облома уши хотел они все в рабочем состоянии в хорошем состоянии в как новый когда прям таких как будто завода они продаются чуть ли не за 4000 на авито я видел на для ценителей ретро это важно я ценитель просто так любитель мне важно чтобы работал блин ну это здесь с собой с этим св и у кого ничего не работает попробовать 9 вольт подать с моего bp обычно вот эти замкнуты вот это питание также определим куда включать нет вот это замкнуты и вот это питание значит эти там тоже могли определить в этом выбор массажере таким же способом и вообще везде если замыкаются значит это просто перемычка то есть не сюда отсюда подключается как эту я минус эту плюс о с внешки работает значит не обманули у его полностью гердык пришел звуковому регулятору интересно чуть на у кого еще есть 74 до 65 до 74 мегагерц вдруг чуть осталось ну кого совершенно ничего нету дэв с его хоть что-нибудь наконец-то что-то есть диапазоне 31 метр нашел да в натуре франции клёво видите в чем прикол в старой технике вы можете весь мир слушать ну аналоговыми еду и современный конечно же еще круче но они стоят дорого а это никому не нужно если восстановить будет отличная вещь даже в случае апокалипсиса вы выживите вспомните сидоровича у него такой же был странно что на у кого ничего не уют как-то обид неужели все станции скалоран шкурья к это русская радиоблоку какое-то класс что антенна целая класс что он работает но весь расстроенный видно это обопытание свой не работает у него только внешки вот такой дальше будем чинить до восстанавливать этот ретро агрегат какой он тяжелый крепкий такой слушайте пластик толстый раньше делали еще здесь специальные регуляторы есть можно настраивать эти четыре канала насколько я помню отдельно каждый интересная интересная штучка если восстановить будет замечательная вещь помыть еще надо вот здесь что-то попало типа дождя наверно или краски по ходу красили и залили блин несчастный за что так зачем так сделали как неаккуратно 1 1 хорошая штука я люблю такое ну все дайте напоследок видеокарты посмотрим какие вдруг они все заработают вот это вот клёво тестировать не воду в формарке ну хотя бы просто на материнке запущу а вот еще как бонус материнка скажите ну и что обычная материнка 775 сокет довольно старенькая даже ксиона полно не держит это да ксиона не держит только двухъядерные но с этой материнкой связана история однажды я собрался к стронке компьютер это было 2000 не знаю шестой или седьмой год когда только она начала осваивать азы вообще чтение и всего остального первый класс пошла и она сидела на двухъядерном пинке играла на играла в шрека вот и что там было там была точно такая же материнская плата потом его продали он кушок это не за 1000 за 2 наверно системник от продали вам бы очень простым двухъядерный пенек немножко оперативы и просто видишь какая там была с блоком питания в общем за 2 ксаря сплавили уже в наше время тысячи двенадцатом году и все я забыл про него и тут комиссионки я нахожу плату который не просто похоже а очень похожа на ту которая была у меня можно сказать что это она и есть там точно такой же был радиатор я помню там также была размазана термопаста как попало и вот почему-то сняли радиатор снизу если это не то но мне кажется почему что это то то что других я не видел ну а вот 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 эти штуки тоже здесь также вместе с корпусом выкрутили я точно такие же ставил то есть мне кажется что это она процентов на 80 верят это даже как-то ностальгично то есть столько она по всему городу где-то там работала кто-то не пользовался жила схужила и тут ее выкинули разобрав компьютер за 50 рублей в ящик с умершими материнками вдруг она заработает будет очень чудо интересно будет весело частью практически не повреждены но все равно есть пару закусов здесь так все на место поставить мусор какой-то убираете это сразу остальные ножки вроде на месте я поставим пенеки тюк ты ранды хороший процессор везде запустится тек если это окажется она я буду вообще рад блин это ддр-1 а у меня ддр-2 только тестер ох ладно прицена выставить не знаю может работает это все тоже с комиссионки все это очень бесплатно вот эти ддр-ки отдают они там валяются в мешке вроде как не рабочие но вдруг как хрустит а фиг его знает заработать уже писать проезда стоит срана ддр-1 и писай экспресс и такую редко видел обычно всегда уже когда писать спреста должны 2 сибух крутина стартует и все на этом толку нету больше моник рабочий это тоже моник обзор будет уже отдельно когда-нибудь за 500 рублей взял отличный соневский моник безумно тяжелый ужас я у еле-еле дотащил серьезно таких тяжелых моников еще не видел хотя это уже к 2000 года чем-то там но показывает замечательно он полностью исправный куда им при собачу его блин жалко материнка не зовут она короче запускается но вот так вот выключение уже не работает такое чувство что виснет может биос прошить у меня нет такого прошивальщика вот такой микросхема вот который есть он на обычный идет 8 пиновая я нифига не запускается вопрос греется мосты греются кажется надо покопаться и она запустится жалко вот это не книг как не прошивает хотя напишите как вот эти вот можно вытащить и обратно залить туда чего-нибудь а может какая-то ножка не дает и до конца непонятно ладно давайте следующий материнку потестируем и видеокарты самого еще одна материнка смотрим опастая и поменял короче на монитор ночью а купил ее у меня поставил заработала потом поставил свою старую она тоже заработал кассу не проблема жестком диске был но мне 5 привез крит брин чувак извините по я неправильно понял в чем сломан компьютер я была на фиг лучше не продавать компьютеры тысяч его например на стоит на для xeon of 775 четырехъядерная p5 пк кпл а м со встроенным видео неплохая материнка думаю лучше на нее собрать силончик а потом его продать наверное не знаю посмотрим на есть потестируем видюшки сангон так что вы можете комиссионки вполне затаритесь на 2000 вполне силиком даже двухъядерный нормально соберете я точно говорю если тысячи за 4 можно четырехъядерный собрать на 4 гига там даже готовы продаются только его почистить ложеский вид привести и работайте да ошибка d5 у старта но так значит видюшки можно тестировать так подключил своему монитору какая-то ошибка сигнала нету что за ошибка ff как название было переходников поэтому в карете процессорные но здесь когда ставите процессорные обратите внимание что плюс с минусом наоборот будет тогда если вы засунете короче вот так подключается видюха я попробовал с внешним питанием вы столько переходников лежал куда все делись и граната фигач 2 ошибок нету d5 2 нет есть ошибки все же не стартует а да и жалко такая видюшка прикольно ветеряков тут хороших хорошие и шумный пипец вот от подписчика все пашет все прекрасно работает спасибо кстати за эту видюшку для теста будет как раз так вот такая еще прикольно было были на тоже не работает ладно поставлю какой-нибудь который работает хотя показать что иногда попадаются все-таки целая одна из пяти ты тут тоже работала и много примеров мне сейчас не хочет запускаться от времени что ли они отвариваются такая вот еще было тут просто заклиненный вентилятор был я сейчас расклинил тоже 50 рублей так стоп включить о норм вроде бы работает ну я так думаю фан сигнал прошел видео изображение эту машина через это выдает некоторые вообще замкнуты видюшки балин хоть одна работает писай xdx это очень древняя видюха вот прям самая такая причем надежная ничего не отвариваются гекардиаторов тогда не было это просто по моему даже монохромная или по чуть-чуть цветная видюха слабая дитам на вга сейчас посмотрим если найдет я вам одну видеокарту почистил подмоченная которая пассивным охлаждением она мне работала я не только нужно было покупать бензине о книги по зону пишет чего только признал джи кстати о работает удивительно но одна пашет так вот одна из пяти с небольшим косяком и только помыть надо почистить работает зато и так же так что покупаете комиссионным магазине не бойтесь но сами знаете что техника рабочая будет маловероятно один к пяти один к шести смотря что покупаете но другой стороны зато и дешево любом случае запчастей будет вас миллион после этого а с вами был max power чинить свою технику всем пока а с этом я точно соберу xeon очень мне нравится материнка 478 которые отлично работают до сих пор также я 200 рублей берешь полный комплект там еще видюшка и против к и процессор все уже весь комп короче без блока питания 10 рублей стоит вообще же есть прикиньте в 2000 года сказать что мечта нашего нашей юности стоит 200 рублей это не что две пачки сигарет никто даже так бесплатно дают чтобы увезли вместе с ящиком такие дела живем хорошее время с вами собирайте компы это дешево и это работает чел не старого и нового и и и